Ну, у меня к этому часу всё. Впереди детали дня. Личный приём с Ильёй Зубовым. Илья, тебе слово. Спасибо тебе большое, Егор. В преддверии Дня Знаний мы с вами поговорим абсолютно обо всем, что связано с образованием в нашей республике. Итак, вы смотрите детали дня. Личный приём. Личный приём. Будет ли следующий этап строительства домов для переселения граждан из ветхого и аварийного жилья? Не вошли мы в программу переселения. Не вошли? Да, не вошли, поэтому мы не участвуем в программе, к сожалению, потому что есть аварийное жильё, и наши граждане нуждаются в пределах где-то 50 семей. Это точно на сегодняшний день нуждается. Пока в муниципалитете составлен реестр людей, которые нуждаются в переселении. Войти в профильную программу район попытается только в 2017-м. Следующий вопрос коснулся переправы. Люди жалуются. Уже несколько лет они вместе с властями округа обсуждают вопрос о бесплатном проезде на пароме. Но результатов никаких. Ещё вчера были проблемы с переездом. Были проблемы с переездом через реку, с провозом багажа, груза, транспорта. И люди просто выходили толпами. Было возмущение. Сегодня спасибо большое этим предприятиям, что они работают. И проблем нет. И в течение получаса можно переправиться. И в том числе и машины, и грузы. Но о бесплатном проезде, прошу прощения, пока мы не говорим. О бесплатном проезде мы вопрос рассматривали. Но пока вопрос пока стоит острый. И пока как бы не стоит об этом даже говорить. Ещё один животрепещущий вопрос о Вуктыльском водоводе. Он изношен практически на 100%. И по сути в любой момент город может остаться без чистой воды. Поэтому горожан интересуют, когда же будет продолжено строительство водовода Вуктыль-Почери. Водовод у него в частных руках. Поэтому есть сложность по реконструкции данного водовода. По приезду Сергея Анатольевича Габликова данный вопрос взвинулся с места. И Газпром выделяет нам 370 миллионов на сегодняшний день. Именно на водовод? Именно на водовод. Строительство водовода начнётся уже в 2017-м. Он полностью решит проблему с питьевой водой в городе. Последние события на Ямале, где сибирской язвой заразились 24 человека, заставили вуктыльцев задуматься и о здоровье. Ведь в посёлке Лемты есть сибириязвенный скотомогильник. Впрочем, власти района уверяют, никакой опасности он не представляет. По большому счёту здесь у нас необходимо провести частичный ремонт забора. Он немного обещал. И обновить таблички. Этой работой мы сейчас занимаемся. То есть это чисто, так скажем, интерьерная вещь, если можно так говорить. А выхода выхлопов каких-то порог газов у нас как бы не наблюдается, потому что специалисты дали заключение, что сегодня как бы это безопасно. Это да, это очень важно. Вопросов было действительно много. Озвучить их все во время эфира не получилось. Впрочем, Виктор Крисанов пообещал, ни одно обращение без внимания не оставит. А ответы выложит на официальном сайте округа. Впрочем, там они пока не появились. Сегодня свой личный приём проводит министр образования и молодёжной политики нашей республики Светлана Моисеева-Архипова. Здравствуйте, Светлана Александровна. Здравствуйте. Это, наверное, слишком просто будет сказать, что вопросов очень много. Их больше, чем очень много. И при том, возможно, сценарий готовился напрасно, поскольку звонков эфир мы ожидаем сегодня очень много. Завтра 1 сентября. И я призываю вас, если у вас есть вопрос об образовании, обо всем, что связано с сонным, звоните прямо сейчас в прямой эфир. Мы обязаны на них отвечать. Мы начнём с вопросов, которые пришли в главконтроль. И один из них записан на автоответчик. Давайте послушаем. Да. Здравствуйте. Меня зовут Светлана Чернова. Я из города Усинска. У меня такой вопрос. У меня ребёнок инвалид, ему 4 года. Детский сад он посещать не может по состоянию здоровья. Положена ли нам какая-нибудь компенсация на самостоятельное обучение ребёнка с привлечением педагогов? Или какие варианты обучения ребёнка инвалида дошкольного возраста есть на сегодняшний день ещё? Такая действительно проблема в республике существует. У нас есть определённое количество деток, нуждающихся в особой психологической и педагогической поддержке. К сожалению, никаких средств финансовых, компенсировавших бы родителями затраты на это педагогическое, психологическое, ещё какое-то дополнительное образование детей, получающих в рамках семейного образования, не предусмотрено законодательством, но необходимо обязательно обратиться в управление образования Усинска, для того, чтобы такая консультативная помощь и помощь и поддержка родителям была оказана. Если в дошкольных образовательных организациях отсутствуют специализированные группы по работе с такими детками. А если вот такое обращение уже было, но, допустим, реакция не последовала, что нужно делать? – Соответственно, тогда мы должны включить свои рычаги и проработать этот вопрос, обязуемся с управлением образования Усинска. – Вот это да, я хотел бы услышать. Следующий вопрос об особенных детях. Могут ли родители, либо законные представители перевести своего ребёнка, обучающегося по программам специального коррекционного обучения детей с умственной отсталостью, на обучение по основной общеобразовательной программе без рекомендаций территориальной психолога, медика, педагогической комиссии? – Да, конечно, такое право, оно закреплено законом образования Российской Федерации за родителями. Они имеют преимущественное право определять судьбу своего ребёнка и выстраивать траекторию и обучения, и воспитания. Но я очень предостерегаю родителей от того, чтобы они делали это самостоятельно без рекомендаций психолого-медико-педагогической комиссии, потому что у нас нет сейчас коррекционного образования, у нас есть получение образования по адаптированным программам, и переход с адаптированной программы на обычную общеобразовательную программу может создать дополнительные сложности ребёнка. И чтобы не погружать его в стрессовую ситуацию, не причинить ему ещё больший вред здоровью, нужно обязательно проконсультироваться со специалистами. Хотя право такое у родителей есть самостоятельно принять такое решение. Но это опасное право в некотором смысле. Следующий вопрос задан в группе Юргена ВКонтакте. Уважаемая Светлана Александровна, также волнует вопрос об открытии школ или классов для детей с нарушениями речи и задержкой психического развития. На сегодняшний день существует острая нехватка специалистов для работы с такими детьми. Логопед в медучреждении сегодня мне посоветовала планировать переезд в Санкт-Петербург для того, чтобы ребёнок обучался в инклюзивной школе. Многие семьи, по её словам, уже так и поступили. Не хотелось бы уезжать из родной республики. Как будет решаться данная проблема? Спасибо. Нам, конечно, также не хотелось бы, чтобы именно по этой причине покидали нашу республику родители, имеющие таких особенных деток. Мы эту проблему знаем, и на специальности по подготовке логопедов у нас обучается определённое количество молодых людей. Это крайне недостаточно. Мы будем развивать это направление. Сейчас действительно нехватка логопедов. Есть такая проблема, мы её знаем и пытаемся поэтапно решать. На самом деле классы с речевой задержкой, развитие детей открываются впервые в Сыктывкаре. У нас в этом году открывается такой класс. Завтра он будет открыт. Да, и мы в этом направлении продолжаем работать с муниципалитетом и дальше. Если такая потребность возникает, то об этом нужно информировать муниципалитет заранее. То есть вот к этой ситуации мы тоже готовились за год. Нужно знать, сколько у нас деток, каких деток, с какими нарушениями приходят в школу, какую адресную помощь и поддержку им нужно оказывать. Потому что здесь специалисты самого широкого диапазона, но узкого профиля могут понадобиться в школах. А есть они в республике? Они есть, но их крайне недостаточно. А поскольку с 1 сентября 2016 года вступает в силу федеральный государственный образовательный стандарт для детей с ограниченными возможностями здоровья, мы обязаны предоставлять образовательные услуги таким детям и обучать всех. Другое дело в школе, в общем потоке в классе, вот то, что называется инклюзивное образование, или по индивидуальным программам образовательным, или оказывать поддержку при семейной форме образования, это уже индивидуально решается совместно в психолого-медико-педагогической комиссии. Хорошо. Мне подсказывают, что у нас есть телефонный звонок. Здравствуйте, мы слушаем вас. Здравствуйте, меня зовут Маргарита, я звоню с тректора, у меня двое школьников. И вот у меня такой вопрос. Планируют ли для школьников проездные билеты для проезда в школу обратно на дополнительное образование, потому что и дополнительным образованием дети занимаются? Спасибо. Вопрос понятен, и озабоченность родителей тоже понятна, но, к сожалению, я не могу взять на себя такую ответственность, потому что муниципалитет обеспечивает подвоз детей к месту учебы и обратно. У нас нет таких школ в муниципалитете города Сыктывкар. Отсюда ведь звонок поступил, если я не ошибаюсь. То есть все остальное по системе дополнительного образования это обязаны осуществлять родители. К сожалению, такие проездные билеты не предусмотрены. Ответ понятен. Следующий вопрос задан вам по скайпу личного приема. Пожалуйста, покажите. Добрый вечер, уважаемая Светлана Александровна. Меня зовут Татьяна. От женщин, матерей и других жителей села Большелук я хочу задать вам злободневный для сельчан вопрос. Все-таки, когда будет начато строительство детского сада в нашем селе? И какова позиция Министерства образования? По этому вопросу, строительство нового детского сада или переобрудование здания Большелугской средней школы и размещение детского сада на первом ее этаже? Спасибо. Спасибо за вопрос. Я в курсе этой проблемы. Мы прорабатываем ее сейчас. Дело в том, что в Большелуге действительно нет детского сада, но есть огромное здание современной школы на 400 мест, которое посещает 107 детей. Здание не востребовано в полной мере. Есть такой вариант размещения, переоборудования, как вот сказала мама ребенка в здании школы, но у нас есть и поручение временно исполняющего обязанности главы Республики Коми рассмотреть. Более квалифицированно это вопрос с точки зрения строительства все-таки здания детского сада, самостоятельного здания детского сада. Сейчас этот вопрос находится в стадии рассмотрения. У нас даже есть проект, который необходимо привязать к этой местности. Какое окончательно будет принято решение, переоборудование помещений в школе или строительство детского сада, посмотрят специалисты уже с участием властей района предметно. Но этот вопрос однозначно будет решен. А примерные сроки его решения можем назвать? Значит, если речь пойдет о переоборудовании зданий школы, то речь пойдет о 2017 году. Если о строительстве, то понятно, что это более емкий проект, масштабный. Я полагаю, что он займет года два. Хорошо, сроки мы услышали. Как я и предрекал, звонков, я думаю, будет достаточно. Следующий есть уже в личном приеме. Здравствуйте, мы слушаем вас. Здравствуйте. Меня зовут Анастасия, я из Корпкироса. Я многодетная мама, вот и хотела бы такой вопрос додать. Завтра, вот 1 сентября, насколько мне известно, вот у нас в нашей школе еще даже нет директора. И вот мы даже не знаем, кто классный руководитель моего ребенка. Мы не знаем, к кому обратиться, как там это. В школу звонили, только телефон секретарь берет. Чей секретарь? Информации на сегодня я не получила. Куда мне ребенка завтра везти в 5 класс? Светлана Александровна, в принципе, наверное, знакома чуть-чуть с ситуацией. Вот когда все наладится, хотелось бы знать, чтобы не беспокоиться за детей, за своих, за образование, за их. Спасибо большое. Да, понятен вопрос, довольно странная ситуация. Да, я действительно в курсе этой ситуации. Произошла смена директора в этой школе. Это большая районная школа, неприятная ситуация развивалась в течение всех летних месяцев в этой школе. Но она подготовлена к новому учебному году. Произошла замена администрации в школе. То, что организационные моменты непродуманные, родители не знают, куда приводить ребенка, к какому часу, что нет объявлений в школе. Если это так на самом деле, может быть, и объявление есть. Если мама говорит, я звонила по телефону только, обращалась, да, то, конечно же, меры реагирования будут приняты. Но на самом деле администрация школы сформирована, и она назначена. И директор, и заместители директора назначены так, как положено по штатным расписаниям. Так что завтра утром нужно идти в школу. Мы продолжим с вопросами о создании новых учебных мест. Когда откроют новый детский сад номер 3 в Ильгарте, который закрыт более двух лет по предписанию Роспотребнадзора из-за высокого содержания формальдегида? Будут ли строить новый садик? Потому что очередь очень большая. На самом деле в Сыктодинском районе очередь большая. Очень много деток у нас из близлежащих территорий именно в Ильгард прибывает. Но на самом деле этот садик закрыт не два года, а год всего. Но это тоже большой, колоссально большой срок для такого здания. Его открывали потом опять. И на самом деле этот вопрос в стадии решения. На 7 сентября назначено очередное заседание суда, потому что пробы воздуха и материалов были взяты. Мы результаты не знаем. Они будут предоставлены судье на очередном заседании суда. Очень хочется надеяться, что эта процедура уже близится к завершению. Потому что действительно очередь растет очень быстро в Сыктодинском районе. А заседание, простите, когда будет? 7 сентября. 7 сентября. Сыктывкар. Когда планируется окончательное строительство и ввода в эксплуатацию новой школы в микрорайоне «Орбита»? Какие дети смогут в ней обучаться? И позволит ли ввод новой школы уйти от двухсменной системы обучения в нашем городе? Такая школа уже заложена. И наверняка жители знают, что работы осуществляются в микрорайоне «Орбита». Строится школа на 1200 мест. Планируется завершение строительства здания до окончания этого календарного года. Но понятно, что в середине календарного года мы не сможем начать работу этой школы. Уже сейчас ведутся работы по закупке современного, очень технологичного оборудования для этой школы. И двери она для своих учащихся распахнет, скорее всего, 1 сентября 2017 года. Идет формирование и педагогического коллектива, и контингента обучающихся, и всем жителям Сыктывкара. Я хочу сказать, что эта школа не будет принимать учащихся начальных классов. Она предназначена для обучения пятых, одиннадцатых классов. Школа такая немножко необычная. Мы образовательные программы уже продумываем для этих деток. И современные технологии будут использоваться. Почему и здание такое выбрано, несколько необычное. Но это не решит проблему двухсменности в Сыктывкаре, я вас уверяю. Она немножечко разгрузит Октябрьский район города Сыктывкара. Мы видим, как разрастается у нас жилой массив Сыктывкара. Поэтому в ближайшее время в Сыктывкаре запланировано строительство еще пяти школ. И вот после завершения этого процесса, а мы знаем, что у нас такая программа в Российской Федерации, существует создание новых ученических мест. Возможно, эта проблема будет решена. Но на это понадобится 3-4 года однозначно. Потому что самая большая нехватка учебных мест, ученических мест у нас, конечно же, в Сыктывкаре. Да, вы отметили, что это будет абсолютно особенная школа. В правильном, хорошем смысле этого слова. В чем будет особенность? Это отдельная система обучения, ЕГЭ у них будут отдельные? Нет. Речь идет об образовательном пространстве. Это школа, которая имеет современный конференц-зал, артистические мастерские. То есть образовательный процесс будет такой же? Шикарный там актовый зал, два лингофонных кабинета. То есть это такая современная по нормам и требованиям образовательная среда в этой школе. Особенная будет создана. Не система, а среда, я понял. Еще один звонок в личном приеме. Пожалуйста, говорите. Здравствуйте. Алло, здравствуйте. Здравствуйте. Да, говорите, пожалуйста. Здравствуйте. И вновь здравствуйте. Да, сделайте, пожалуйста, телевизор потише. Да, и говорите. Алло, здравствуйте. 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 Это Сысольского района вас беспокоят? Первомайский. С поселка Первомайский. Алло. Да, 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 продолжайте, пожалуйста. У нас вот детский садик вот открыли в поселке. И это, ну как вам объяснить, нету навеса вот коляски ставить. Вот дождь идет, а не на улице. Это положено вот навес быть или нет? Вот я хотел бы узнать вопрос. Я понял вас. Спасибо большое, что дозвонились. Очень хотелось бы узнать, кому еще был адресован этот вопрос. Я думаю, что все-таки это проблема муниципалитета и администрации детского сада. И эта проблема очень легко решается. Поэтому прежде всего к завидующему детского сада стоит обратиться. Но мы знаем, что навес, наверное, должен быть. Конечно. Даже гипотетически. Хорошо, мы продолжим буквально через пару минут. Не переключайтесь. На телеканале Юрген продолжается личный прием министра образования и молодежной политики нашей республики. Светлана Александровна, мы продолжим с вопросом. Да, получается, из нашей группы ВКонтакте. Все верно. Уважаемая Светлана Александровна, в этом году была оптимизирована школа в селе Дон Усть-Куломского района. И да, в связи с чем были даны обещания со стороны районных чиновников, что будет проведен ремонт школы, в частности, капитальный ремонт кровли, из-за ветхости которой после дождя вода течет во многие классы, а также отваливается штукатурка с потолка, что представляет, понятное дело, угрозу жизни и здоровью детям. Но ремонт так и не был проведен. Почему? На самом деле ремонт был частично проведен, потому что заменены трубы, подведена вода в начальные классы. То есть ремонт осуществляется по мере возможности поэтапно. А вот ремонт кровли запланирован все-таки, к сожалению, на 17-й год по решению суда, исполнение этого представления. Суда дата определена 17-й год. И, видимо, муниципалитету не хватило средств для того, чтобы осуществить в полном объеме этот ремонт. Но работа ведется. Но работа ведется. И более того, у меня есть информация, что частично осуществлен ремонт. Ну, самое главное, чтобы угроза жизнедеятельности детей не была. Ударский район Мазендор. Построили новую школу в кирпичном исполнении. Школа уютная, теплая и красивая. Однако в скором времени данный поселок закроют, и школа тоже перестанет, соответственно, функционировать. Какова ее судьба? Речь идет о судьбе самого здания или об образовательной организации? Дело в том, что организация не может быть ликвидирована, пока учится хотя бы один ребенок в ней. То есть речь идет о реорганизации. Соответственно, дети будут переведены в какую-то образовательную организацию, если такая необходимость возникнет. Но для того, чтобы это сделать, нужно обязательно комиссионно принять решение о том, что это не нанесет каких-то социальных последствий и не лишит детей права получения образования. Это преприкатива учредителя, то есть тому, кому принадлежит эта школа, муниципалитету. И распоряжаться судьбой этого здания тоже может только муниципалитет. Поэтому вопрос следует адресовать районным властям. То есть вы в него в любом случае вмешаны не будете, даже после того, как поселок будет расформирован. Все понятно. Троицко-Печорск. Планируется ли начало строительства школы в Приуральском в 2017 году? Очень хотелось бы на это рассчитывать. И сейчас ведутся переговоры о поиске нового проекта, поскольку тот проект, который был разработан для Приуральской школы, он не соответствует современным требованиям и, самое главное, норме цены строительства. И вот это останавливает на сегодняшний момент. Нас берем определенный тайм-аут, и нам дано такое поручение найти такой проект, привязать его к местности определенной. И ведутся переговоры с потенциальным застройщиком, подрядчиком. Эта школа в первостепенной важности находится, потому что на самом деле в поселке Приуральском у нас еще такая школа в Дутово есть. Это аварийные школы. Это аварийные школы, которые подлежат строительству прежде всего. Ну а если получится в 2017 году? В 2017 году мы должны начать все-таки преобразовывать вот эту школу. Теперь пара вопросов стабильных в задаваемости последние несколько лет точно. Воркута. С 1 сентября введена ли школьная форма определенного образца, или каждый муниципалитет, или школа сама принимает решение о школьной форме? И могут ли в школе официально запретить ходить в брюках девочкам? Школьная форма действительно это такой популярный вопрос. Речь идет, наверное, не о школьной форме, скорее о школьной одежде, потому что форма это что-то унифицированное, одинаковое, обязательное. Об этом и идет речь. Да, а вот требования к школьной одежде определяются локальными актами образовательной организации. Только сама образовательная организация может установить определенные требования. Но мой совет родителям и ребятам, прежде чем принимать такой локальный акт, а он в интересах участников образовательного процесса принимается, и они имеют право высказывать свое мнение, более того, эта позиция должна согласовываться с родительской общественностью, ученической общественностью, нужно договариваться с администрацией образовательной организации, что будет принято, что будет удобно. Ни о каком запрете или недопуске к занятиям, к урокам, в силу тех или иных причин, что ребенок выглядит не так, а иначе, быть не может. Никто не может быть отстранен от образовательного процесса, потому что кому-то не нравится, как одет ребенок. Официальный запрет на брюки, он может существовать, если, опять же, это определено локальным актом. Если вы не согласитесь с такой позицией в школе, то, естественно, оно не может. Допустим, родительский совет согласился, а определенные родители не соглашаются дальше? Определенные родители не соглашаются. Значит, они одевают своего ребенка так, как представляется им возможным. В любом случае. Да, в любом случае, но с таким официальным деловым стилем одежды. Понятно, что они не будут в спортивных костюмах ходить. Все ходят в рубашках, мальчик пришел в футболки. Его не пустят на занятие? Ни в коем случае этого нельзя делать. Конечно, пустят. Все, вот это я и хотел услышать. Более того, если какие-то есть инциденты по этому поводу, обращайтесь, мы будем реагировать. Да, это было бы просто беспределом. Телефонный звонок в личном приеме. Здравствуйте, мы внимательно вас слушаем. Здравствуйте. Юрий Николаевич Сосногорска. Скажите, после ответа министра Российской Федерации недавно про ЕГЭ, не совсем все было понятно. Как будет выглядеть ЕГЭ? То есть это будет ответ и, например, 4 варианта ответа? Или все-таки ученик должен будет сам ответить? Я хочу узнать про 11 класс. Как все-таки он будет выглядеть? То есть тест или открытый вопрос? Я поняла вопрос. Это последовательно принимаемые меры Российской Федерации в совершенствовании контрольно-измерительных материалов. Речь идет об отмене части А. Вот как раз, видимо, родители об этом и спрашивают. Где формулируются вопросы? Предлагаются 4 варианта ответа, когда ребята выбирают один из правильных вариантов. Вот этой части в этом году уже не будет. Контрольно-измерительных материалов по физике, химии, биологии. В прошлом году также этот процесс осуществлялся. И, по сути дела, у нас в этом году не останется таких кимов, где есть часть А с выбором ответа. То есть ребята сами вписывают ответ на предложенный вопрос без выбора. Самостоятельно принимают решение о применении знаний своих и умений. Хорошо. Мы ненадолго вернемся к вопросу школьной формы. Где в республике можно приобрести качественную сертифицированную школьную форму? Как быть отдаленным населенным пунктом, когда нет финансовой возможности выехать и приобрести школьные принадлежности и, соответственно, форму? Ну, школьная форма на самом деле в республике изготавливается несколькими местными предприятиями, в том числе... Я сейчас их не буду называть, потому что они опубликованы на нашем сайте. И каталог школьной одежды опубликован на нашем сайте. Можно зайти на него, посмотреть, можно заказать, можно даже договориться с этими предприятиями. О досыле этой формы, ну, какими-то услугами можно договариваться с предпринимателями. Мы такие переговоры тоже ведем, чтобы как-то коллективно по нескольким заявкам удовлетворять потребности родителей и обучающихся. На самом деле сейчас школьной одежды много и в магазинах, да, и в рознице у нас. Она не вся сертифицирована, к сожалению, можно констатировать этот факт. А вот то, что выпускается на территории республики Коми, оно действительно сертифицировано, и оно прошло определенную экспертизу. И все подтверждающие документы на это есть. Почему мы рекламируем одежду, произведенную в республике Коми? А сертификат выдает Роспотребнадзор? Отдельно сертификатов очень много на саму ткань, на подкладочную ткань, на то, что соприкасается нижний слой одежды, считается второй, там, третий слой одежды и так далее. Это выдается производителю, и он без этих сертификатов не может закупить ткань и не может производить одежду, осуществлять пошив этой одежды. А это дороже не делает для производителей, именно само производство? Да, об этом производители говорят, но объявлен некий такой мораторий на повышение цены на школьную одежду. И мы действительно нашли такую договоренность с промышленниками, и у нас уже на протяжении двух лет цена на школьную одежду остается прежней. Хорошо. Телефонный звонок мне подсказывает у нас есть. Здравствуйте, вы в эфире. Добрый вечер. Я хотела бы узнать насчет Выльгордского сада. Построили новый детский сад на 120 лет. Он до сих пор не введен, там какие-то проблемы со строительством, какие-то неполадки. И сейчас такой возникает вопрос, уходят слухи, что этот садик сносит. Огромную очередь. Дети до трех лет сидят дома, просто никуда их не пристроить, и теперь последнюю надежду хотят снести. Вопрос. Что будет с этим детским садом? За администрацию садик. Да, мы уже отвечали на этот вопрос. По третьему саду села Вильгорд никто не собирается сносить. Я успокою родителей этот детский сад, потому что мы стараемся привести в соответствие с нормативными требованиями и кратность воздухообмена, и выброса вредных веществ в воздух, взяты последние экспертизы летом. И еще раз повторяю, для всех жителей села у нас приостановлен этот процесс, потому что он решается в судебном порядке. 7 сентября состоится заседание. Замечательно. У нас есть много еще других вопросов. Но вот второй вопрос из самых часто упоминаемых, по крайней мере, от главконтроля, он касается обязательного изучения коми-языка и звук тыла. Возможно ли в наших школах сделать коми-язык не обязательным предметом, а факультативным? Во всех городах других регионов второй иностранный язык изучает пожелания. Тогда почему наши дети обязаны учить два иностранных языка? Это очень большая нагрузка, так как помимо школы есть спортивные секции, музыкальные и худшколы. Многие родители неоднократно поднимали этот вопрос, что еще необходимо нам предпринять, чтобы нас услышали, какие действия. Но вот здесь вот смешано все. Все в комплексе собрали. На самом деле вот та формулировка вопроса, которая звучала в первом предложении, она и предполагает ответ. Невозможно перевести изучение коми-языка из обязательной части в факультативную часть. Объясню. Это не иностранный язык, это один из государственных языков Республики Коми, который изучается наравне с русским языком. Он входит в инвариантную часть, не нами придуманную учебную плану. То есть инвариантная – это обязательная часть, и это учебный план Российской Федерации для школ, тех территорий, тех субъектов Российской Федерации, где законодательно введено государственное двуязычие. Поэтому это не инициатива Министерства образования и молодежной политики, это законодательство Российской Федерации. Поэтому Коми-язык вводится как обязательный для изучения во всех школах, имеющих государственную аккредитацию. Другое дело, на каком уровне – как родной, как неродной. То есть три часа или два часа. Тут уже по выбору родителей и детей осуществляется уровень изучения языка. Но учитывая, что вот этой темой касается треть вопросов главконтроль, и в конце вопроса, что нужно еще нам предпринять, мы как ответ можем сказать – пишите в Госдуму. Но, знаете, тут даже очень широкое понятие. Конституция Республики Коми – это заведено в законе об образовании. Республики Коми – это заведено в законе о государственных языках. Это заведено. То есть для того, чтобы изменить ситуацию, нам нужно очень большую работу по изменению законодательства провести. Наверное, эта инициатива может и от родителей в том числе исходить. Но еще раз повторяю, стоит ли это делать, потому что Коми-язык – это не иностранный язык, еще раз повторяю. Это один из государственных языков Республики Коми. Все абсолютно верно. Следующий телефонный звонок. Здравствуйте, мы слушаем вас. Здравствуйте. В первую очередь, Светлана Александровна, хотел бы вам привет передать. Это ваш бывший ученик Александр Лазарев беспокоит. И у меня вот такой вопрос, тоже по поводу детских садов. Мы сейчас столкнулись с тем, что проживаем в Дальней Рубите, это улица Тинтиковская в районе улицы Нагорной. Население микрорайона постоянно растет. В силу того, что новые дома строятся. И вопрос, планируется ли в ближайшее время строиться детских садов у нас здесь. Потому что проблема уже становится такой очень серьезной. Спасибо. Очень приятно, Саша, слышать. Я помню, это действительно хороший ученик был. Я его учила с 5 по 11 класс. На самом деле детские сады будут строиться еще в Сыктывкаре. Но в Сыктывкаре не стоит проблема обеспечения детскими садами деток от 3 до 7 лет. И очень многие дети от 2 лет получают места в дошкольных учреждениях. Но мы ставим такую задачу увеличить количество мест в дошкольных учреждениях, потому что мы должны обеспечить детей от 1,5 лет теперь до 3 лет до 1 января 2018 года. То есть в течение 2017 года эта проблема должна быть решена. Теперь времени очень мало у нас остается. И необходимо поговорить немного о педагогах. Будет ли введен профстандарт педагога с 1 января следующего года? Вы знаете, профессиональный стандарт педагога пытались ввести уже с 1 января 2016 года. Потом отложили до 1 января 2017 года. Насколько я в курсе проблемы, и это звучало на российских совещаниях, в том числе со встречей с новым министром образования и науки Российской Федерации, профстандарт не будет вводиться в Российской Федерации в ближайшие 2 года. Потому что не разработаны еще показатели, не разработаны критерии оценки, не разработаны еще подзаконные нормативные базы для вступления в силу профессионального стандарта педагога. И не обучены еще педагоги под соответствие требований этого стандарта. Хорошо. Ну и теперь самый важный, наверное, вопрос для учителей из Усть-Вымского района. Зарплата. Коммунальные платежи растут, цены на продукты, товары тоже. Зарплата не увеличивается, денег не хватает. Ждать ли какого-либо повышения зарплатной платы? Вот здесь ключевое слово, наверное, не увеличивается. Нужно сказать, почему. Я понимаю, что всем тяжело в этой жизни, но заработная плата учителей привязана, в соответствии с майскими указами президента, к средней заработной плате региона. Так вот, учителя у нас на 29% у них зарплата выше средней заработной платы по региону. Понятно, что это как средняя температура по больнице. У кого-то мало, у кого-то много, но средняя, она соответствует тем контрольным показателям, которые соответствуют. Но мы не ставим задачу снижения, какие-то слухи ходят там, понижения, повышения. Мы ставим задачу удержания заработной платы на уровне этого года. Мы не позволим ей снизиться. О повышении пока речи не идет. Ожидаемый, к сожалению, ответ. Последний вопрос и краткий ответ, пожалуйста. Книж Погост, имеются ли нарушения в действиях руководства школы номер 1 и номер 2 ЕМВЫ, когда в школах собирают деньги для приобретения учебников и рабочих тетрадей? Безусловно, это нарушение закона об образовании. Учебники должны быть предоставлены всем обучающимся по всем предметам учебного плана совершенно бесплатно. Сбор денег на учебники категорически запрещен. А вот рабочие тетради, это, кстати, очень злободневный вопрос. Они вообще не обязательны в использовании в образовательном процессе. И образовательная организация решает совместно с родителями приобретать или не приобретать рабочие тетради. Это расходный материал. Это учебное пособие, предназначенное для самостоятельной работы ребенка. И если в технологии работы учителя предусмотрено использование тетради, то он должен договариваться с родителями. Родители не согласны ни о каком сборе денег, ни о какой покупке рабочих тетрадей не должна идти речь в школе. Ну а в плане учебников, первая и вторая школы, что там произойдет? Безусловно, нарушение. И вы? Грубейшее нарушение, естественно. Примите меры. Этот сигнал должен быть направлен в управление по надзору и контролю в сфере образования. Очень правильная, мне кажется, точка для завершения эфира. Спасибо большое, Светлана Александровна, с наступающим вас праздником. И, пользуясь случаем, я хочу тоже обратиться ко всем школьникам, родителям, педагогам, моим дорогим коллегам с наступающим новым учебным годом. Замечательно. Личный прием министра образования и молодежной политики нашей с вами республики Светлана Моисеева-Архипова завершен. Через неделю ответы на присленные вопросы в печатном виде должны быть опубликованы на сайте Минобраза. Через неделю, как раз в 8 вечера, на Юргане начнутся дебаты, в которых примут участие кандидаты на пост главы республики Коми. А вот через две недели уже личный прием на телеканале Юрган проведет председатель комитета по бюджету и налогам и экономической политике в госсовете республики Коми Дмитрий Шатохин. Отправляйте вопросы в главконтроль группы Юргана ВКонтакте и звоните на автоответчик редакции. Завтра в 8 вечера смотрите детали дня с Еленой Красильниковой. И вот теперь всего доброго. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова